Мал золотник да дорог. Это выражение родилось примерно в конце 18-го, начале 19-го веков, когда появились золотники – маленькие бронзовые гирьки. Они собирались в разновесы – наборы бронзовых гирек, которые складывались одна на другую, как матрешка. Подобный разновес можно увидеть в историко-мемориальном центре музея Гончарова в рабочем кабинете отца писателя Александра Ивановича Гончарова. Он был купцом Третьей гильдии и торговал зерном, солью, сусальным золотом. В набор входят 6 гирек весом 1, 2, 3, 6, 12 и 24 золотника. Общий вес гирек равнялся 48 золотникам. Столько же весил футляр, куда они складывались. Футляр и гирьки вместе весили 96 золотников или 1 фунт. Здесь же в кабинете можно увидеть прототип калькулятора – русские счеты. Это простое механическое устройство для выполнения арифметических расчетов. Они массово использовались в торговле и бухгалтерском деле вплоть до конца 20 века. В русских счетах применялась десятичная система счисления. На семи верхних рядах и трех нижних находятся по 10 костяшек. Фрут, на котором 4 костяшки, использовался для расчетов в полушках. Одна полушка равнялась четверти копейки, а 4 костяшки составляли 4 копейки. Этот фрут также служил разделителем целые и дробно частей, набранного на счетах числа. С помощью счетов Александр Иванович мог рассчитывать доходы и расходы той или иной сделки и выполнять все базовые арифметические операции.